Девчонки, всем привет! Как вы поняли из названия видео, сегодня я решила снять видео о своих пустых баночках. О да, с ужасом взглянула на календарь и поняла, что уже наступил конец месяца и пора уже делать небольшой обзор на мои пустышки. Девчонки, если вам интересно узнать, что же в этом месяце у меня позаканчивалось и какое мнение у меня сложилось о данных продуктах, я вас приглашаю к просмотру и начнем. Начнем мы, наверное, уже с устоявшегося начала моих пустых баночек, это хозяйкам на заметку. Девочки, в очередной раз у меня закончился отбеливатель няня универсальный без хлора. Покупаю, покупаю и буду покупать, потому что это универсальное бюджетное отбеливающее средство, которое действительно мне понравилось. И с тем, что у меня растет сыночек и он очень любит, как и любой другой маленький ребенок, везде залазить и выпачкивать свои вещи. А я мама, которая любит на своем ребенке видеть светлые вещи, поэтому это просто средство, которое прописано мамам, у кого маленькие детки. Ну и в принципе очень хорошо отбеливает кухонное полотенце. Девчонки, я покупала магнит косметик в пределах 50-60 рублей, может быть и ниже, девчонки, присмотритесь, если нет, обязательно попробуйте. Следующее, что хочу показать, это два средства от Мистер Мускул, эксперт для кухни и эксперт для ванны. Девочки, я никогда бы не подумала, что средство от Мистер Мускул у меня так быстро закончится, реально быстро. Я обычно, вот раньше, когда я покупала, помню, какие-то подобные средства, у меня их хватало на месяца 2-3 и то больше, потому что как бы, ну, не заканчиваются они так быстро. А здесь у меня их хватило максимум на 2,5 недели, с учетом того, что раньше была густая пену данных продуктов, сейчас я не знаю, что стало с производителем, либо именно с этой партией. Потому что, во-первых, для того, чтобы даже очистить, вот для кухни, чтобы очистить газовую плиту, раньше мне хватало там пшик-пшик-пшик, 3 пшика, а сейчас я просто испшикиваюсь, я там, я не знаю, и результата я практически не вижу. То же самое могу сказать для кухни, тоже раньше хватало пшик-пшик буквально, а сейчас там надо все пшикаться, чтобы быть хоть что-то, что помогло. Поэтому, ну, цена-качество, девчонки, я не знаю, может быть, мне такая серия попалась, их какой-то, я не знаю, партия, но я настолько разочарована, я просто выброшенные деньги зазря. Вот, это были пустые баночки, которые я хотела вам рассказать именно хозяйственные. Девочки, если вам хочется, чтобы я показывала каких-то больше пустых баночек, которые я использую в уходе за своим домом, вы мне подпишите в комментариях, потому что вот я выбираю то, что мне именно хочется с вами поделиться, и все остальное я просто сразу же выбрасываю. Вот, следующее, что хочу рассказать о моих пустых баночках, которые были в уходе за волосами. Выбрасываю закончившуюся баночку от маски Капос с экстрактом пшеницы и бамбука. Сейчас уже как раз буду заказывать себе новую, девчонки, потому что я считаю, что эта маска должна быть у меня всегда в ванной комнате, потому что вблизи приближается лето, весна, и наши волосы будут иссушены нашим солнцем. Поэтому, девочки, выбрасываю и уже жду, когда куплю новое. Выбрасываю также Капос Тодио Профессионал, их зеленую версию восстановления. Не знаю, девчонки, наверное, уже я не повторю покупку данных шампуней, потому что запах неплохой, вымывали до середины, было нормально, потом они стали сушить волосы. Ну, знаете, какой-то вот... Ну, нет, не буду я брать, потому что я не хочу покупать шампунь, который будет ищадно усушивать мои волосы. После этого мне нужно максимум вложить бальзамов, масок и всяких средств разных, несмываемых, для того, чтобы мои волосы выглядели хорошо. Может быть, там ее взять для смывания масок. Она, мне кажется, очень даже подойдет, потому что она действительно очень хорошо до скрипа вымывает волосы. Следующее, на что я хочу сакцентировать свое внимание, это будет компания Ифраше. Их маска, которая попадалась мне в подарке, в заказе, это их маска Антиэйдж. Она идет, по-моему, растительная, это возрастной уход для волос, маска для молодости волос, камелии, красным виноградом. Ее объем 150 мл. Как вы видите, я ее вымазала полностью. Также запах, просто я не могу, девочки. Производитель, добавьте какую-нибудь одушку, потому что я лично не могу вообще это чувствовать на волосах. Это какие-то просто мучения, но настолько он мне не нравится, я не могу им пользоваться. Из-за запаха мне прям вот не нравится. Может быть, то, что это, как производитель говорит, это натуральная косметика, но что делает эта маска с волосами, я вообще не ожидала. 150 мл мне ее хватило буквально, не буду грешить, раза 4 для того, чтобы действительно нанести ее на волосы, чтобы поддержать эту маску, чтобы она подействовала. Подействовала, действительно, на мои волосы мне понадобилось много продукта, скажем так. Даже мне писали в комментариях, что ее нужно немножечко, немножечко я ее делала, и результата не было. Мои волосы просто ее выпивали сразу же, поэтому нужно было для того, чтобы подействовала она на меня. Я брала ее достаточно нормальное количество для того, чтобы полностью по всем волосам распределить. Могу сказать, что после нее волосы, они блестят, и этот блеск идет, не знаете, как от силиконов, а это вот такой естественный блеск. Они так слегка поблескивают, они рассыпчатые. Эта маска хорошо смывается с волос, мне это очень понравилось. Она хорошо смывается. Единственное, что вот этот вот запах при применении ее, но благо то, что этот запах очень быстро выветривается с волос. Также хорошо подаются укладки. После этой масочки мне понравилось, я делала кудряшки. Еще мне понравилось то, что кончики, они более напитанные, то есть нет сухости. Такой, какая, допустим, бывает иногда от бальзамов. Мне очень понравилось, и я думаю, что эту масочку я повторю в своих покупках. Но если мне ей фрошек подарит ее также с каким-нибудь заказиком, я тоже буду, в принципе, даже не против, скажем так. Так, следующее, что закончилось, это были масла от фирмы Мирола. Репейное масло с эфирными маслами красного перца и облепиховое масло. По-моему, вот это я даже, по-моему, в аптеке, не помню, девочки, я покупала их так давно, эти средства. Могу вам сказать так, я не беру репейное масло с красным перцем, потому что я жду какого-то безумного роста, наверное, нет. Допустим, репейное масло с красным перцем я беру для того, чтобы, ну, мне кажется, что после именно вот этого масла волосы чуть больше блестят. Вот мне так кажется. Просто мне кажется, вот если я просто репейное масло использую, волосы напитанные, а если с красным перцем, то у меня волосы поблескивают. И в добавление к этому маслу я делаю масочку, смешиваю несколько масел Вот именно с облепиховым маслом немножко добавляла и тоже питала волосы Девочки, и еще, если вам интересно узнать, какие я делаю масляные масочки на свои волосы Вы тоже в комментариях подпишите, чтобы я могла думать, делать мне для вас видео по уходе за волосами Именно домашние масочки какие-то для волос Может быть, я для вас открою какой-нибудь свой рецепт, который вы еще не знаете Так что вот так вот, девочки Но масла я, наверное, покупала, покупаю и буду покупать, потому что пока я в них не разочаровалась И пока я считаю, что в уходе за волосами, телом, лицом, руками масло, они нам очень сильно помогают Потому что они витаминизируют нашу кожу и наши волосы В принципе, они делают так, что наши волосики выглядят очень даже хорошо Следующее, что хочу показать, это будет уже уход за телом Я остановлюсь, наверное, на депиляции В инстаграме у меня, девочки, наверное, вы уже видели, я делала отзывы о данных продуктах В инстаграме я уже делала отзывы о данных продуктах Могу сказать одно Что я люблю использовать восковые полоски не только на ножки Я их использую на минуточку и в зону подмышек, в зону бикини То есть для меня восковые полоски, восковая апелляция вообще Это удаление волос, нежелательных волос там, где многие девушки используют, грубо говоря, бритвенный станок Но я не люблю это, мне не нравится Лучше немножко потерпеть, а потом будет результат хороший Начнем с фирмы Floresan Их 20 штук Они идут с кремом, который идет после депиляции Но что я могу сказать об этих восковых полосках? Они, наверное, подойдут девушкам, у кого не волосы даже на ножках, а пушок Вы знаете, они такие тоненькие или уловимые волосики Которые, знаете, их просто нужно убрать Потому что вот эти полоски, они толком не убирают волосы Вот именно, знаете, такие, которые чуть-чуть подросшие волоски И которые, знаете, уже подгрубевшие Она убирает пушок хорошо Мне кажется, действительно, там с ручек она эти восковые полоски уберет Вот с этим справиться А что-то более серьезное с ножек, и не дай бог это будет зону бикини Нет, вообще никак, она не уберет Хоть режьте меня, хоть пилите Но и после них использование, после использования данных полосок Образуется, знаете, такая вот липкость Которая противная липкость И здесь, благо, есть крем, который У меня, наверное, я его выбросила, кремушек, который был с ним Она нейтрализует вот эту липкость Но когда я открыла этот крем И начала наносить, к примеру, на ножки У меня была ассоциация того Это, знаете, какой-то старый крем после бритья Вы знаете, вот старый, солдеповский крем после бритья Вот запах был реально такой Липкость убрала, в принципе Потом следующую ножку я уже не использовала данным кремом Хоть его было очень много Я просто взяла обыкновенное, по-моему, даже облепиховое масло И липкость убирала именно этим За 100 рублей, наверное, пушок уберет С ручек можно его взять А для каких-то таких серьезных удаления волосиков Это просто, знаете, выброшенные деньги Следующее Это у нас формула Бьюти-формула Вакс Сприт Сприт Стрипс Точнее, их тоже здесь 20 штучек Восковые полоски Они идут в индивидуальной Как я уже сказала Они идут в индивидуальной упаковке Вот эти вот восковые полосочки Они стоят подороже Они, получается, стоят где-то 250 рублей Если не так, конечно, поправьте Но могу сказать то, что неплохо убирают волосы с ножек Средненько убирают с зоны бикини С подмышечной зоны вообще не убирают То есть, знаете, вот для ножек, в принципе, неплохо даже Можно взять после них Нет, после использования данных полосочек Нет какой-то сильной липкости В принципе, такой, знаете, средничок Но могу сказать то, что нет крема После использования, допустим Как бы, да, за ту стоимость Могли бы положить сюда кремушек Так что, ну, не знаю Пишут, что здесь они могут убирать Двухмиллиметровые волосики Но это бред, нет Они убирают хорошо Неплохо, точнее, подросшие волоски Именно с ножек А коротенькие волосики Они со сложностью убирают Поэтому Поэтому нет Не знаю, возьму ли я их еще Подумаю Вот Следующее, что хочу показать Это моя пустышечка от баньки Агафьи Секреты сибирской травницы Померанцевое густое масло Девочки Это, вот видите Я использовала полностью все Какое божественное подтягивающее масло Я хочу вам сказать После скрабирования После каких-то, знаете Таких вот Ну, особенно ванной Да, сейчас подготовка к лету будет Весна Как раз после скрабирования Его нанести Вообще любо-дорого Девчонки Стоит 100 рублей Подтягивает Ощутимо Я могу сказать После использования Допустим, каких-то процедур Увлажняет Подтягивает Классно Аромат Какой хороший у него аромат Мне понравилось Девочки Нет Масляной пленки После него Ну Правда Мне понравилось Его использовать Сейчас К сожалению Я его не встречаю Нигде Не знаю почему Как только мне нравится Какой-то продукт Зачастую Я потом его найти не могу Вам советую Девчонки Обязательно попробуйте Потому что Правда Хорошее масло И состав Неплохой Срок годности После вскрытия 6 месяцев В принципе Очень даже неплохо Я Я еще Такую возьму Следующее Что хочу показать Это были пустышки Моего сынишки Пустышки Сынишки Это были Продукция Нашей мамы Это был детский Гель для купания Мгновенное действие Для чистительной Проблемной кожи С первых дней жизни Экстракт Календулы Пшеницы И череды Обалденный Гель для купания Мне очень сильно Подравилось Понравилось Моему ребенку Ненавязчивый запах Приятно Хорошо пенится Кожа После него не сохнет Нет никаких высыпаний Нет никаких нареканий Покупала Покупаю Я буду покупать Здесь у нас номинал Вводит 500 мл И срок годности После вскрытия Идет 12 месяцев Это актуально Для Я помню Я его первый раз взяла Когда у меня сынок Еще совсем был маленький Первый раз попробовала И когда ребенок маленький Его не так часто Пользуешься Вот такими средствами Но иногда Даже для подмывания Я его брала Именно для подмывания Ребенка Чтобы не было Никаких Неприятностей Чтобы не пересыхала кожа Чтобы не было опрелости И не было никакого дискомфорта Дискомфорта Здесь абсолютно По-моему Идет нейтральный пааж Поэтому девочки У кого Кто собирается Быть уже в скором будущем Мамами Присмотритесь данной марки Потому что думаю Вам будет полезно Такое узнать Следующее Что хочу показать Это детский шампунь Тоже производство Наша мама С экстрактами Календулы И ромашки Классно промывает волосы Не щиплет глазки Я сама пользовалась Данным шампунем Мне понравилось Хорошо вымывает И свежесть Ее хватает на весь день Так как это нейтральный пааж Естественно Для детских волосиков Очень хорошо промывает Особенно Знаете Там После того Когда ребенок Налазится в песочнице Хорошо Удобно После него Волосики расчесываются Они не пересыхают Не запутываются Мне очень понравилось Также Нет никакого Дальнейшего раздражения Если там Куда-то попадет Вот Следующее Что закончилось А закончилось У меня аж две штуки Это тоже Мамочка На заметку Это влажная Туалетная бумага Фирмы Эко Моя зая Что тут написано Девочки Очень хорошая Туалетная бумага Альтернатива Влажным салфеткам У нее здесь Я посмотрела Неплохой состав Нет никакого Раздражения После использования Очень приятная Они достаточно плотные Мягкие Хорошо напитанные Хорошо Хорошо в принципе При своем применении Именно для ребятешек И цена Качество Я покупала 50 рублей Стоит 55 рублей По-моему Стоит данная упаковочка Классная вещь Так что девочки Советую Присмотритесь В такой штучке У кого маленькие дети Следующее Что хочу показать Здесь у меня Столько всяких Разных пробников Начну вот с этого Это у меня Сморская соль Она идет С морскими минералами Морскую соль Я тоже люблю Покупала я очень давно Поэтому я не показывала В покупках Я ее просто Случайно нарыла Знаете Бывает такое Переставляешь баночки И смотрю У меня лежит морская соль Приняла с ней ванну Мне очень Мне понравилось В принципе Действительно Это соль Действительно Вода соленая Случайно попала мне На губы Я почувствовала Что действительно Это соль Потому что иногда Как-то я купила себе соль Кстати она была Достаточно небюджетная Я ее высыпала По инструкции Приняла в ванну И у меня знаете Думаю Как-то странно Получилось так Мы купаемся Естественно Попадает на лицо И получилось так Я попробовала эту воду Она мне попала на губы Случайно я попробовала Была вода не соленая А вот именно с этой вот солью Действительно Содержание сольной воды было И действительно Кожа распарилась И дальнейшие процедуры Именно очищения Аскрабирования Было вообще классно И массаж После этой соли Делать здорово Расслабляет Полный релакс Девчонки Стоила она что-то В пределах 40 рублей По-моему Следующее Что у меня закончилось Это были Ватные диски Пушинка Покупала Покупаю Буду покупать Потому что Потому что Недорого И потому что Она всегда у нас Просто улетает Следующее Что закончилось Это было Несколько у меня Масочек Простите Что показываю В таком виде Потому что Меня просто здесь Накидала И сразу Стала снимать Это маски От Floresan Как я уже говорила Это мое баловство Которое я Когда Допустим Принимаю в ванную Я могу нанести Эту масочку Но мне в принципе Понравилось За ту стоимость Я вообще не ожидала Что В принципе За 49 По-моему Рублей я покупала Это еще в фикс прайсе Да еще и покупка в фикс прайсе И то что У меня не вызовет Никакого раздражения Воспаления Я вообще могу сказать Большое спасибо Данной марке Но это девочке Не как очищение Основное Это как баловство Знаете Если вы хотите Ну как вот я Допустим Делала Принимала ванну И нанесла маску Для того что Просто знаете Такая Расслабляющая Спа Да Не пересушивает кожу И Куплю я это Ищу Даже не знаю Девчонки Ну Неплохой Такой продукт Следующее Что у меня Закончилось Тоже так же Для лица Это была Моя голубая Глина Закончилось Пойду покупать Новый Потому что Это мой фаворит Из фаворитов Которые я люблю Использовать Для всего Как я уже говорила Так Следующее Что у меня Закончилось Для лица Это Крем для лица Хисиак Мата Турьяш Отзыв У меня Данная продукция Есть в предыдущем Видео Девочки Проходите Прогуливайтесь Смотрите Думаю Вы много чего Интересного Еще можете Для себя Подчеркнуть Вот Так что Девочки Тот кремчик Который я Куплю себе Уже Наверное Скорее всего На осень и зиму Увлажнение Понравилось И мотирование Именно на зимний Осенний период Сейчас я в поиске Какой крем Для мотирования Выбрать на Весенний Летний период Девочки Если у вас есть Какой-то крем Который вам нравится Совет Девочки Подпишите Пожалуйста Потому что Я сейчас Просто В свободное время Рыщу И ищу Какой крем Себе Прикупить На лето Батарея Заканчивается Следующее Что закончилось У меня Точнее Выбрасываю Это тоник Увлажнение Свежесть От 100 рецептов Красоты Но не могла Я им пользоваться Потому что Ну не могу Я пользоваться Продуктом Который Ни два Ни полтора Вот реально Вот Сказать что Он освежает Не освежает Сказать что Он увлажняет Не увлажняет И поэтому Как промежуток Какой-то Мне тоже Как-то рука К нему не тянулась И срок годности У него Знаете Шесть месяцев И что-то Я так подумала Зачем себя мучить Зачем Усугублять ситуацию Если не дай бог Он мне вызовет Какое-то воспаление И потом я буду грешить На данную марку Решила С совестью Просто выбрасываю Следующее Что закончилось Я вообще просто Прыгаю Здесь у меня Такой завал Следующее Что закончилось Это закончилось От L'Oreal Man Expert Совершенство Против раздражения Пена для бритья Пользовался Мой супруг Ему не понравилось То есть Во-первых Здесь у нее Ее Объем Объем данной пенки Идет 200 мл Но при всем при этом Пена не очень хорошая И он сказал Что на дорогую пену Для бритья Ну либо Для этой пены Да Как бы Дороговатая Получается Никакой продукт И поэтому Покупать точно Не будем Больше Такое средство Господи Закончилось И слава богу Следующее Что у меня Закончилось Это Крем от Clorans Такой пробничек Точнее Закончился Его здесь Осталось Немножко Знаете Для меня Тяжеловатый крем Он был Белого цвета Не знаю Ну правда Тяжеловатый Крем Ну вот даже Я его совсем Чуть-чуть Здесь осталось Девчонки Белый крем Первые разы В принципе Неплохо было Мне казалось Но потом Я почувствовала Было какое-то Легкое жжение И он для меня Был тяжеловат Поэтому Полноразмерку Точно покупать Не буду Не знаю Какой-то продукт Такой знаете Неоднозначный Для моего Ухода За кожей Век Следующее Что выбрасываю Это знаете Наверное Когда-нибудь Я все-таки Свою маленькую Жадину Задавлю И куплю себе Уход От Carita Мне так нравится Их Увлажняющие Все штучки Для лица Мне так нравится Их Крема для глаз Но Их цена У меня Просто пока Сейчас я не могу Осмелиться Для покупки И в этот раз У меня Мне попадался Этот пробник В коробочке красоты Это Carita Progressive Lift Fermet По-моему Этот крем Идет для возрастной кожи Я его пару раз Нанесла Мне понравилось Он питает Увлажняет Потом я его Использовала На зону Декольте И шеи Хочу вам сказать Что девочки Классная вещь Но Что-то я побоялась Его наносить Дальше Вот Следующее Что хочу показать Это будет Это будет Давайте я вам покажу Крем Пробнички Кремчиков Это Кремчики Пробники От Freshline Здесь у меня была Сыворотка Темных кругов Крем для лица И сыворотка Темных кругов Две сыворотки Сыворотки Действительно Убираю темные круги Мне понравилось Мне понравилось То, что Они сушат кожу В принципе Очень хороший Достойный продукт И следующее Это Крем для лица Тоже Неплохой продукт Я хочу сказать Не вызвал Никаких у меня Подкожников Не вызвал У меня Никакого Жжения Ничего такого Не было Неплохо Увлажняет В принципе Можно присмотреться Да еще и Производитель Говорит Что в принципе Это Натуральная продукция Так что Девочки Если вы поклонницы Что-то Чего-то Натурального Обратите свое Внимание На фирму Фрешлайн Следующее Что я выбрасываю Это Пробнички Тональных Кремов Наверное Так называется Это Клиник Для меня Это очень Темный Цвет Гирлен Тоже Был Темный Цвет Паруре Де Луминер Не знаю На французском Не читаю Это называется И Диор Форева Хочу сказать Диор Форева Я нанесла Попробовала На пазухе Носа Мне было Очень интересно То есть Капатональными Кремами Я не пользуюсь Но Вот этот Промничек Открыла И решила Попробовать Что Что же Он у себя Представляет Здесь У меня Диона Клайд Беш 020 Беш Клер По-моему Что-то Такое Но могу сказать Девчонки Действительно Хорошо То есть Он Достаточно Легкий Такой Вот Невесомый Но при всем При этом Краснота Которая у меня Была Возле носика Вот Пазухи Носа Именно Хорошо Перекрыла Не было Перегруженности Мне понравилось Знаете Но Брать его Для того Чтобы просто Скрывать Несовершенство Носика Как-то Будет Слишком Ну Наверное Грубо говоря Жирновато Не знаю Может быть Когда-нибудь Если я приобрету Такой продукт Но Я поклонница Больше всего Мне нравится Какие-то Пудры Брать Поэтому Не знаю Но Вот Это Неплохой Продукт В принципе А вот Эти Просто Ничего сказать Не могу Ни Аклиник Ни Агерлен Потому что Просто Были Для меня Очень сильно Темными Это Что касаемо Пробничков Закончился Пробник От Фирмы Пробник От Фирмы Байшакира Рокс Он мне Попадался В коробочке Красоты Неплохой Парфюм Использовала Не надоел Просто Попробовала Просто Понравился Такой Сладковатый Знаете Как я уже сказала Запах студентов Ну это Моя ассоциация Простите Ну Неплохой Такой В принципе В меру Бюджетный В меру Для студентов Дорогой Можно попробовать Был бы баловаться Почему бы нет Да еще и в подарок Пошел Следующее Что у меня Закончилось Точнее Ну тоже Пробовала Это Тоже Эвелин Баттер От Клиник Не 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 попробовала Его Потому что Для меня Был сильно Темный Но я вот так Попробовала На руке Потестила Знаете Побаловалась Чуть-чуть Следующее Закончился Пробник Моего мужа Это Банана Републик Неплохой Запах Мне нравится Особенно Знаете Банана Републик Вот этот Вот Вандер Булу Найр Найр Мне понравился Когда Он смешивается С табачным Дымом Не знаю Мне понравился Этот аромат Когда он смешался С табачным Дымом Поэтому Я наверное Присмотрюсь Для того Чтобы приобрести Его полноразмер К своему супругу Следующее Что мне Закончилось Я выбрасываю Точнее Это спонж Конжаку Который Я купила В фикс прайсе Неплохой Спонж Могу сказать Он наверное Б мне Служил И служил Если бы У меня Ребенок Во время Купания Его не спер И просто Не продырявил Его своими Машинками Поэтому Просто Выбрасываю Девочки Неплохой Достаточно Хороший Выбрасываю Средства Для ногтей От Сали Хэнсон Это средство Нам Я его покупала Для укрепления Роста ногтей Чтобы они были Более сильными Но могу сказать Его здесь Я его использовала Буквально Вот столечко Безумно Стягивал Ногтевую пластину После него Ногти были Намного Подвержены Ломкости Поэтому Тот продукт Который Я не могу Советовать Вообще Хоть он и стоит Я не скажу Что он стоит Бюджетно Не могу сказать Что он стоит Дорого Но за то Что он делал С ногтями Могу сказать Что он стоил Дорого Девчонки Вообще Не советую Такая Знаете Красная Полосочка Несмотря на то Что я Очень сильно Мне нравится С теплотой Отношусь К лакам Для ногтей От Сали Хэнсона Выбрасываю Жидкость Для снятия Лака Дамские пальчики Просто Обычная Жидкость Для снятия Лака Пишут Что без ацетона Но это Естественно Бред Тут явная Душка Ацетона Идет Она прям Чувствуется Что здесь Содержится Ацетон Неплохо Смывает Даже Глитерные Лаки Мне понравилось В принципе Неплохое За ту стоимость Которая Он стоит Почему бы Не купить Следующее Что Выбрасываю И повторю Данную Покупку Это Бархатные Ручки Крем Для рук Ночной Интенсивно Восстанавливает Стимулирует Обновление Клеток С протеинами Шелка Витамином В5 Эластином Девочки Правда Я Когда Им пользовалась Ручки Были Напитанные Я им пользовалась На ночь И действительно Я утром Вставала Они были Такие Мягонькие Ухоженные Классные И кутикула Была мягкая То есть Мне понравилось И могу сказать Даже то Что после Того Когда я его Использовала На ночь В течении дня У меня не тянулась Рука Чтобы нанести Какой-то крем Поэтому Те Кто страдает Сохостью рук Присмотрите Если к бархатным ручкам К ночному Он по-моему Стоит что-то В пределах 70 рублей Поэтому Хватило его Мне не насильно Долго Но Достойный продукт Могу сказать У меня все валится Следующее Что выбрасываю Это была Зубная паста Блинтамет 3D White Свежесть Прохладная свежесть Это та Зубная паста Которую я покупаю Которая меня устраивает В плане того Как она очищает Мне нравится Ощущение чистоты И свежести После ее использования Мне нравится Как она Она не отбеливает зубы Но она Знаете Так Немножечко придает Отбеливание В принципе Неплохой продукт За свою стоимость Мне нравится Из всех Зубных паст Которые стоят Сейчас на рынке Пока Моя рука Тянется К покупке Данной продукции Так что Девочки Советую Присмотритесь Следующее Что выбрасываю Это Зубная паста Моего ребенка Рокс Она идет У нас По-моему Слипой Мы данную пасту Используем Как у нас появился Первый зубик Правда Девчонки Это та Зубная паста При использовании которой Я вообще не беспокоюсь Вообще У меня почему-то нет Беспокойства Того что Вдруг ребенок Случайно проглотит Либо еще что-то Правда Она хорошо очищает Делает свежим дыханием У ребенка Зубки Я уверена Что Да я в принципе И вижу Что зубки защищены Они очищены Как нужно у ребенка Этой пасты Хватает ровно На месяц При использовании Утром и вечером Хорошая паста Да Она дороговата Но этот продукт Стоит того Поэтому девочки Кто в поисках Зубной пасты Все-таки Присмотритесь К производству Фирмы Рокс Я не люблю Со всякими Знаете Там клубничками Не клубничками Вот это просто Она нейтральная У нее абсолютно Нейтральный запах И ребенка Никак не отталкивает То есть Как бы в принципе Очень даже Неплохая зубная паста Ну вот девочки Надеюсь я вас Не умотала Потому что Это были все Мои пустые баночки Вначале я хотела Их разделить На две части Но потом Что-то знаете Не захотела Я Совсем уж Вас напрягать С собой Бесконечными Пустыми баночками Решила просто Собрать все В одну кучу И поделиться Своим мнением Своей реакцией На данный продукт Девочки Если вам конечно Понравилось данное видео Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Мне будет очень приятно И хочу сказать спасибо Всем девочкам Кто комментирует За приятные слова Хочу сказать всем спасибо За теплые Добрые слова За то что вы подписываетесь За то что вы участвуете В комментариях Очень приятно С вами девочки Правда Общаться Знакомиться Новые знакомства Это всегда приятно Большое вам спасибо За это Девочки я вам желаю Теплоты Нежности Я желаю вам Оставаться всегда Любимыми Красивыми Я желаю вам Не терять своего лица А так же Я желаю вам Беречь себя И своих любимых А с вами была ваша Ира Всех люблю Всем пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok